Двигатели HVL дно? Действительно ли они так плохи, как они говорят? В этом видео мы рассмотрим, как сделаны китайские двигатели и что стоит от них ожидать. Сделаем мы это на примере моторов, которые устанавливаются на кроссоверы HVL F7 и не только. Обязательно досмотрите это видео до конца, и тогда вы узнаете всё о китайских моторах. Итак, первый двигатель. Начинаем с 1,5-литрового турбомотора 1.5 GDI-T, каталожный индекс GW4B15. Это полностью китайская разработка. Этот двигатель появился в 2018 году, а в 2021 году его немного модернизировали. Этот двигатель получил HVL Jolion. Ещё знатоки марки HVL вспомнят, наверное, 1,5-литровый турбомотор, но старый. И тот турбомотор ничего к этому турбомотору общего не имеет. Что известно о конструкции этого двигателя? Четыре цилиндра, алюминиевый блок с тонкостенными чугунными гильзами. По фазовращателю на каждом распредвале цепной привод ГРМ, гидрокомпенсаторы присутствуют, а турбокомпрессор этого двигателя производит компания BMTS – Bosch Malle Turbo Systems. Естественно, у этой турбины никакой управляемой геометрии нет. Интересная особенность мотора GW4B15 состоит в том, что в приводе впускных клапанов используется система без ступенчатой регулировки высоты подъема клапанов. Инженеры Great Wall – это материнская компания HVL – особо подчеркиваю, что с такой системой они встали в один ряд с BMW, Infiniti и Fiat. На многих бензиновых моторах этих марок тоже используется безступенчатая регулировка высоты подъема открытия клапанов. Зачем она нужна? А именно для того, чтобы с помощью подъема клапанов регулировать поступление воздуха в цилиндры, то есть дросселировать. А это, в свою очередь, улучшает экономичность и приемистость двигателя. Еще у такого двигателя масляный насос имеет две ступени работы – с нормальным и уменьшенным давлением масла. Это тоже сделано для улучшения экономичности. Вообще, для тех, кто интересуется автомобилями этой марки, эта информация не нова. А вот интересно другое. За годы было продано тысячи таких машин. И на самом деле эти полуторалитровые движки не разваливаются, то есть цепи не растягиваются, гидрокомпенсаторы не гремят, задира в цилиндрах не образовывается, масло эти двигатели не жрут. В общем, ездят они нормально. Уже много таких машин проехало по 300 тысяч километров, и они продолжают ездить. Хотя в гарантийный период случались замены турбокомпрессоров и фазовращателей по гарантии, непосредственный пресс топлива не позволяет очищать стержни и тарелки клапанов со стороны впуска. Поэтому раз в 100 тысяч километров приходится снимать впускной коллектор, чтобы очистить с клапанов масляный налет и нагар. А еще мембрана системы вентиляции картера обычно лопается при пробеге от 70 до 100 тысяч километров. Она помещена в клапанную крышку, лючок можно открыть, чтобы заменить ее, а заменить ее можно только на неоригинал. В принципе, это все проблемы этого двигателя. На капремонт эти движки пока еще не просятся. Кстати, приемистость у этого кроссовера с этим 1,5-литровым турбомотором приемлемая. Примерно 10 секунд до сотки. Это нормально для мотора мощностью 170 лошадиных сил. Расход топлива тоже приемлемый. 10 литров в городе, ну максимум 12 по трассе это восьмерка, если двигаться со скоростью 100 километров в час. Ну, не много, не мало. Скажем, нормально. В общем, запросто можно сравнивать этот вот китайский двигатель с любым современным мотором, в том числе от BMW Infinity, который мы вскользь упомянули, когда рассказывали про механизм изменения фаз газораспределения. Ездит бодро, проблем особых не вызывает. И вот на самом деле, благодарить за его надежность надо не столько китайских инженеров, сколько владельцев, которые меняют масло каждые 7,5-10 тысяч километров и определились за правками, на которых можно купить качественное топливо. Все-таки замена масла качественного и качественного топлива очень влияет на ресурс двигателя. Ну что, погнали дальше. Кстати, вот эта вот машинка сейчас продается. Ссылочка будет в описании к этому ролику. И еще один двигатель, который устанавливали на Havail F7, это двухлитровый турбомотор с индексом GW4C20, который появился в 2018 году. Так вот, многие считают его клоном 2.0 TFSI образца 2008 года. К слову, 2.0 TFSI 2008 года образца ставили практически на все Volkswagen и Audi тех лет. Да, действительно, у них много технических решений похожих, но мы не считаем все-таки эти моторы клонами. Спереди у этого двигателя три цепи, одна цепь в приводе ГРМ, одна цепь приводит балансированные валы, которые находятся в боковинах блока. И еще одна цепь спускается вниз и приводит масло в насос. От левого балансированного вала на стороне впускного коллектора в его задней части организован ременной привод насоса системы охлаждения. ТНВД и вакуумный насос расположены совершенно аналогично. Распредвал впускных клапанов удлинен в его задней части и входит в специальный кронштейн, на котором установлены ТНВД и вакуумный насос. В общем, действительно, общих компоновочных решений очень много. И там, и там цепной привод ГРМ, фазовращатели на обоих распредвалах, также гидрокомпенсаторы в приводе клапанов присутствуют и непосредственный впрыск топлива. И там, и там установлена турбина BorgWarner K03, а знатоки вак еще знают, что на TFSI устанавливался турбонагнетатель IHI. При этом китайский мотор будет попроще. У него одноступенчатый масляный насос, то есть он всегда давит нужное давление. В впускном коллекторе вихревые заслонки отсутствуют, а блок чугунный, как у его, так назовем, клона. Блок управления здесь, в этом двигателе – Delphi, в немецком двигателе – Bosch. Непонятно, зачем китайские инженеры взяли за основу блок двигателя TFSI, потому что в нем использованы не самые простые решения. Ну, а в целом мы не склонны считать двигатель 2.0 TFSI семейства EA888 и 2.0 GDIT клонами. Но есть общий расходник – это масляный фильтр. Он подходит к этому двигателю, а также буквально ко всем 1.8 и 2.0 TFSI для Skoda, Volkswagen и Audi. Кстати, как новые, так и БУ запчасти вы можете купить у нас. Ссылка в описании. Клапан VKG у китайского двигателя выполнен проще, и ремкомплект к нему стоит всего лишь 10 долларов. Стоит еще отметить, что клапанная крышка в китайском двигателе пластиковая, а лобовина, которая прикрывает цепь ГРМ, легкосплавная. А вот в двигателе семейства EA888, 2.0 TFSI все наоборот. Вдобавок, там клапанная крышка является верхней частью постели распредвалов. Вот и судите сами, китайские двигатели являются клонами немецких? И обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Мы все прочитаем. Проводить аналогию по надежности между якобы немецким оригиналом и китайским аналогом нет никакого смысла, потому что опыт эксплуатации будет совершенно разный. Вы уж поверьте. Стоит отметить, что эти двигатели выпускаются уже 6 лет, и некоторые из них проехали более 300 тысяч километров. И никаких проблем с ними не случается. Даже масло не жутко. К слову, вот этот вот двигатель на этом автомобиле проехал 200 тысяч километров, и никаких проблем с ним у владельца не было. Те, кто хочет купить HVL F7, колеблются в выборе между двумя моторами. Так вот, у двухлитрового двигателя разгон до сотки на одну секунду быстрее, вдобавок, он прожорливее на пол-литра бензина на 100 километров. Ну, это все примерно. И вдобавок, с двухлитровыми моторами у HVL F7 доступна максимальная комплектация. И, кстати, вот эта машинка. На данный момент продается. Ссылочка будет в описании к этому ролику. А пока познакомьтесь с нашим двухколесным брендом Motostrong. Мы сами привозим мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам в идеальном состоянии и с минимальными пробегами. И продаем их по привлекательным ценам. Обязательно подпишитесь на Instagram Motostrong, там актуальное наличие. Ассортимент постоянно пополняется. Все ссылочки и подробности будут в описании к этому видео. И еще есть третий двигатель, и этот двигатель входит в топ-10 китайских двигателей года. Так вот, этот двигатель появился в 2020 году, и его начали устанавливать на не примелькавшиеся нам Havail Dargo и Havail H6 третьего поколения. Проблематично эту машину найти в Беларуси, потому что Havail Dargo только один в продаже. Так вот, продолжаем. Этот двигатель привлек наше внимание очень недостоверной и неправильной информацией, то есть ее избытком. Дело в том, что некоторые блогерские источники сообщают нам и сравнивают этот двигатель с EA888 семейством двигателей Volkswagen. Но ничего общего между этим семейством и этими двигателями нет. Давайте сейчас в этом разбираться и начнем с самого простого. Этот двигатель сделан как новейшие европейские и японские моторы, которые нацелены на соблюдение строгих экологических норм. Двигатель с индекса GW4N20 полностью алюминиевый, с тонкостенными чугунными гильзами. Причем тонкостенные чугунные гильзы помещены в алюминиевый сплав в момент отливки блока. Выпускные каналы начинаются уже в ГБЦ, чтобы больше тепла от газов уходило на прогрев двигателя. Турбокомпрессор 1 с раздвоенным выпускным коллектором. Таким образом реализуется принцип «твинскролл». Перепускная заслонка приводится электромеханическим актуатором. Тут в принципе-то ничего особенного. Форсунки непосредственного впрыска. Иногда давление впрыска достигает 350 бар, поэтому о некачественном бензине нужно забыть. Этот двигатель работает по циклу Миллера при частичных нагрузках. То есть используется схема сокращенного такта впуска, что в принципе логично, потому что двигатель турбированный. И вот это всё приводит к улучшению топливной экономичности на 4% данный Great Wall. Далее интереснее. Помпа этого двигателя – электрическая. Интеркулер имеет жидкостное охлаждение. Интеркулер прикручен на двигатели со стороны маховика. А вот привод ГРМ реализован цепью, которая со своими шестернами и башмаками находится тоже со стороны маховика. Так что, чтобы её заменить, будьте добры, отсоедините трансмиссию от двигателя. Фазовращатели есть. Их управляющие клапаны торчат из блока сзади, то есть там же со стороны маховика. Никакой системы изменения высоты подъема клапанов не предусмотрено. Про гидрокомпенсаторы инженеры не забыли. Масленный насос этого двигателя двухступенчатый. То есть при низких нагрузках давление и поток масла снижены. У этого двигателя есть и балансирные валы, которые находятся под коленвалом и приводятся от него же зубчатые передачи. Эта конструкция выглядит надежно и совсем не так, как на немецких аналогах. Никаких модулей с балансирами и масляным насосом в этом двигателе нет. И это, на наш взгляд, к лучшему. И еще сам по себе двигатель алюминиевый GW4N20 облегченный и лишнего алюминия ему не положено. Распредвалы полые. Пока статистики по этим двигателям немного и поводов беспокойства они пока не подают. То есть они просто нуждаются в плановом ТО. Да, на ютубе есть один такой видос, где у Havail Dargo немножко лопнул блок цилиндров, но неизвестно, что к этому привело. А вообще такой Havail с этим мотором лучше брать новым, то есть на гарантии и не ставить липовых прошивок. Из гарантии слетите и мотор угробить. А в 2020 году этот двигатель попал в десятку лучших моторов Китая. Там называется премия не мотор года, а сердце Китая. Но вы, наверное, знаете, что никакого отношения к надежности и ресурсу вот такой рейтинг не имеет. Дело в том, что туда попадают двигатели, которые впечатлили тестировщиков. То есть моторы, которые быстро едут, бодро тянут, тихо работают, ну и так далее. То есть по совокупности субъективных качеств. 240 сил, да, это немало, хотя Дарго и А6 довольствуются только мощностью 204 лошадиных силы. То есть разгоняются до сотки примерно за 8,5 секунд расход. Ожидаем в городе 10-12 литров, по трассе 8 литров. Но самое ценное, что эти моторы на данный момент не дурят голову. Ну что, и то же. Помните, сколько страхов, слухов и предположений было по поводу китайских автомобилей. Но самые страшные не сбываются. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик и напишите в комментариях, доверяете ли вы китайским двигателям и автомобилям. И если можно, напишите про ваш опыт эксплуатации. Обязательно прочитаем. Пока!